Любители музыки 80-х помнят знаменитый хит «Каманчеро». Он гремел на всех советских дискотеках. Его создатели — итальянский проект «Раджио Ди Луна». Название произошло от имени французской певицы Мэнди Лиджиос. Ее творческий псевдоним — Мунрей, луч луны. Она снялась в этом клипе в качестве вокалистки, но в песне звучит вовсе не ее голос. Многие любители итало-диска уверяют, что песню спела автор текста — итальянская певица Симона Занини. На творчестве этой исполнительницы мы еще остановимся чуть позже в следующих обзорах, ну а пока же вернемся к модели в клипе по имени Мунрей. Дочь грека и бразилианки Мэнди Лиджиос родилась во Франции в 1963-м. С юных лет участвовала в мюзиклах «Эвита», «Волосы», «Иисус Христос. Суперзвезда» и других. Именно тогда она и придумала себе сценическое имя Мунрей. Мэнди профессионально занималась вокалом, изучала джаз. Однажды во время отдыха в Италии она познакомилась с молодыми музыкантами и продюсерами Альдо Мартинелли и Фабрицио Гато. Парни были впечатлены артистизмом и красотой юной актрисы. Они попросили Мэнди сняться в клипе на их новую песню. Как вы уже догадались, это и была Команчеро. Она уже успела стать популярной и вовсю гремела в клубах. Но после выхода видео песня стала мега-хитом. Автор музыки Альдо Мартинелли работал с лучшими итало-дискогруппами 80-е. Среди них «Радиорама», «Скотч», «Топэйн Робби», «Катунгэнг» и множество других. Информации о нем немного, но одно могу сказать с уверенностью. Мартинелли оказал огромное влияние на всю европейскую музыку 80-е. Этому исполнителю мы тоже посвятим отдельный обзор и даже не один. Вы удивитесь, сколько популярных мелодий написал этот гениальный музыкант. Что же касается песни Команчеро, возможно, поколение 90-х тоже помнит ее. В 97-м кавер на нее сделал шведский музыкант Йонас Экфельд, известный нам как Робин Кук. Но скажу честно, его версия в стиле регги и хип-хоп на меня впечатление не произвела. На мой взгляд, у Йонаса получилась пародия. Хотя я помню, что в конце 90-х его версия Команчеро была очень популярной. Ее крутили во всех клубах. Но мы с вами сегодня вспомним ту самую знаменитую песню, которая вышла в далеком 84-м и сразу же стала крупнейшим дискотечным хитом, поднявшись на верхние строчки чартов многих европейских стран. Раджо Дилуна, Команчеро на канале Дискомагия. Команчеро Команчеро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok